Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы читаем и трактуем книгу «Деяния святых апостолов». Священную книгу, которая повествует нам о жизни Церкви, о жизни апостолов, первых христиан, вот сразу после вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, не откладывая, мы приступаем к чтению. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духам повеления апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым, по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием». Вот сразу мы видим, что евангелист Лука, он обращается к тому же самому адресату, к Феофилу, причем такая интересная деталь, что в книге Евангелия от Луки там обращение идет как? Что достопочтенный Феофил, а здесь уже просто Феофил, и есть такое предположение, что вот этот высокопоставленный человек по имени Феофил, он, приняв веру, вот он утверждается через Евангелие, а потом, видимо, последовали какие-то гонения или что-то там еще такое, и, в общем, он высокий свой титул теряет, но остается как христианин, и уже без этого обозначения достопочтенный, то есть как бы ваше превосходительство, уже более просто обращается к нему евангелист Лука. И книга Деяния, она как вот естественное продолжение евангельской истории, поэтому Лука говорит, что я вот написал о том, чему учил Иисус от начала, что делал и учил, вот как святые отцы, они трактуют, что вначале вот дела, что Иисус делал и чему учил, вначале дела, дела это подлинное первое свидетельство, а потом и учение, то есть учение следует за делами, и при этом некоторые толкователи, они как, ну это даже не то, что толкователи, это вот греческий текст, там так сказано, что Иисус начал делать и учить, то есть евангельская история это только как бы начало действий Иисуса Христа в нашем мире, потому что после своего вознесения Господь, он никуда не исчез, он остается именно главой церкви, и он продолжает действовать в христианской церковной истории. И так вот евангельская история чуть упоминает Лука до того дня, в который он вознесся, дав святым духам повеления апостолов, которых он избрал. Вот где Сын Божий, там непременно и Дух Святой, так же как и Бог Отец. То есть Святой Дух, он не разрывен от Сына, он еще не посылается пока учеником Христовым, а однако от Христа Святой Дух не разрывен, и поэтому повеления апостолам даются, конечно же, Святым Духом. И вся евангельская история, все Христово свидетельство, благовестие, это в том числе и благовестие Духа Святого. Сказано, что вот про апостолов, которым и явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Вот именно здесь в книге Деяний упоминается, что Спаситель сорок дней являлся. Не просто вот несколько раз там Жоном Мироносецом, потом вот ученикам, то без Фомы, то с Фомой, да, там на море Тивериадском и так далее. Однако были вот еще явления, и что мы извлекаем из этого? Что Спаситель, вот воскресший Спаситель, он потихоньку готовит своих учеников уже к новым таким отношениям. Вот до этого момента они окружают Господа, да, они могли даже к Нему прикоснуться, ощутить Его вот непосредственным соприкосновением таким. А теперь он показывает, что начинается некое новое бытие после воскресения, потому что у него уже преображенное естество, и он людей возводит к небесному миру. И поэтому общение с ним, оно будет уже теперь только духовно, через молитву проходить. И вот Спаситель поэтому в течение сорока дней то являлся, то уходил от них, потихоньку приучая их именно уже к молитве, как средство духовного общения. И сказано, что ученики, вот он им является, и они поэтому свидетели непосредственные. А и смысл как раз апостольства после вознесения Господа в том, что они идут как свидетели, как непосредственные очевидцы воскресения Христова, а не просто, что вот они там от кого-то это услышали. Итак, «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вот здесь перед нами последняя беседа Господа перед Вознесением, и мы читаем у Луки в Деяниях, «И собрав их, он повелел им». Там даже по-славянски «с ними же и еды речеем, чтобы они не отлучались от Иерусалима» и так далее. И там, конечно, смысл какой? То, что спаситель на протяжении сорока дней, он являл себя очевидным образом, иногда даже вкушая пищу с апостолами, чтобы удостоверить их в истинности своего воскресения. И вот спаситель что говорит? «Не отлучайтесь от Иерусалима», да? А вроде бы там же враги апостолов, они и раньше избегали города Иерусалима, они в основном в Галилее пребывали. Однако нет, именно здесь, в этой духовной столице, вы должны пребывать. «И вот ждите обещанного от Отца то обетование, которое дано было, и даровать иного утешителя, о чем вы слышали от меня». То есть речь идет о Святом Духе, который как обетование должен явиться и осветить учеников. И вот в данных строках мы что еще читаем? То, что спаситель как раз показывает, в чем отличие того, что совершится от крещения Иоанна Претечи. Потому что Иоанново крещение, оно еще не отпускало грехов, оно было только свидетельством покаяния человека, его решимости исправить жизнь. Но подлинное таинство – это уже то, что в церкви совершается после ниспослания апостолов Святого Духа. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». То есть не просто водой, а именно Святым Духом. По-гречески, там вот от баптидзу, да, крещать, крестить – это в баптидзу по-гречески, буквально значит как бы погружать, окунать. Всецелое такое погружение. И в данных стихах мы понимаем, что речь идет о том, что вот ученики Христова будут всецело как бы погружены Святым Духом. Он их всецело вот наполнит, исполнит, не оставив ни одной частицы вот их душевно-телесного естества неосвященной. Это будет всецелое такое крещение. Да, вот как сам Спаситель и предсказывал, что… Или Иоанн Претеч предсказывал даже сначала, что «за мной идет Тот, Который будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Ну, Дух Святой, он и явится как раз в виде вот этого огня, языков пламени. И Спаситель сейчас вот перед Вознесением это подтверждает. Но как реагируют ученики? Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» И вот представьте себе, что насколько вот эта идея земного Мессии, как правителя, который наведет вот чисто вот такой земной порядок на земле, восставит славу Израиле как земного государства, это все живет еще у них в крови, да, вот в сознании, они еще не преображены Духом Святым. И вот не в сие ли время, Господи? Ты же воскрес, Ты же уже победил смерть, тем более ты можешь победить там и хоть кого, да, и Пилата, и царя Ирода, и императора Тиверия, и кого угодно. Но ведь Спаситель воскрес не для того, чтобы заниматься земной экономикой, не для того, чтобы пополнять себе государственную казну, не для того, чтобы усовершенствовать дорожно-транспортные системы, заниматься там канализационными системами и так далее. Он воскрес для того, чтобы и нам тоже даровать бессмертную небесную жизнь. И сам Спаситель к воскресению прошел через смерть, поэтому и нам тоже надо, предстоит пройти через телесную смерть, чтобы совоскреснуть с Господом Иисусом Христом. А как Спаситель отвечает им? Он не пытается их критиковать, да, вот он понимает, что пройдет несколько дней, и они сами все поймут, когда будут просвещены Духом Святым. Он им так отвечает. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. И люди действительно постоянно назначают какие-то сроки, там даты, вот пандемия, сейчас там печати начнут ставить, эти прививки и так далее, вот сейчас там все времена подошли, потом раз, поменялась ситуация, все уже забыли про эти прививки, про эту пандемию, там переключились на тему войны, да, и уже как будто этого и не было. И вот люди на протяжении истории постоянно пытаются сами по своим человеческим усмотрениям сроки назначить, подогнать вот эти апокалиптические времена вот под свой разум непреображенный, а Господь все время посрамляет и говорит, не ваше дело знать времена или сроки. Но апостолам он непосредственно как говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Они же действительно боялись, у них не было силы, а он им заповедует в Иерусалиме оставаться и говорит, что вы примите силу, потому что Дух Святой действительно дает силу, силу Духа, силу правды. И человек уже не боится, потому что смерти-то нет. Когда ты с Богом, то никакой смерти уже нет. Ты приобщен в вечной бессмертной жизни. И переходишь от земного к небесному, к бесконечному, в объятия Божие принимаешься. Поэтому уже вот можно свидетельствовать смело. И Спаситель говорит, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. То есть христиане – это именно свидетели Христовы, не свидетели Иеговы, да, вот как вот эта секта известная. А именно сам Спаситель, это Священное Писание говорит, что вы будете мне свидетелями. Мы прежде всего апостолы, как очевидцы воскресения Христова. И сначала в Иерусалиме, потом в Иудее и Самарии. Самария – это земля, которая не хранила чистую такую ветхозаветную веру, но и там проповедь пойдет. А дальше до края земли. То есть вообще всех, и языческие все племена, они призываются в Царство Божие. Сказав сие, дальше вот как раз происходят события Вознесения. Причем для самих апостолов это случилось несколько неожиданно. Они же вот еще не совсем понимают, что происходит, и вдруг вот наблюдают. Это мы уже знаем, что там события в начале воскресенья, потом на сороковой день Вознесения и так далее. А они непосредственно переживают, еще не анализируют, и вот вдруг что такое. Они не могут понять. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». И когда они смотрели на небо, вот с удивлением смотрят, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Вот облако, светлое облако в Священном Писании – это часто такой вот образ благодати Божией, как Божья слава является на земле видимым образом, предстает как светлое облако. Ну, помните, когда народ израильский, Вавадим, был из Египта, то днем именно светлое облако, облачный столб, предшествовал израильскому народу, а ночью огненный столб. И когда храм Соломонов был освящен, то облако заполняет храм. И вот очень часто это было, когда созерцалось именно светлое облако, и тут вот на этом облаке Спаситель возносится. А они удивляются, вот им являются ангелы, вот эти два мужа в белой одежде, в блистающих чистых одеждах. Это именно ангелы, которые говорят, что нечем удивляться, потому что сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То есть второе пришествие Христово, оно будет тоже вполне, это не аллегория второе пришествие Христово, не просто какие-то там иносказания, оно будет видимым образом в телесном естестве воскресшего Господа, вот как его увидели при Вознесении, так же он и явится. А это же на Елеонской горе, и вот скажу вам, что в Иерусалиме там такое устойчивое предание среди христиан, особенно на Елеонской горе, тех, кто живет, христиане на Елеонской горе, там монастыри православные, вот наши, Спасовознесенские монастыри, греческие монастыри, они все убеждены, что Спаситель, когда во втором пришествии явится, то он сначала явится именно на Елеонскую гору, да, это будет каким-то образом всем видно, очевидно, но именно на Елеонской горе он явится с небес на Елеонскую гору, и все народы воскрешенные предстанут, и как бы уже дальше, начиная от Елеонской горы. Ну, это вот такое как бы представление там. А само по себе Вознесение является таким поворотным моментом, то есть все, евангельская история, она, собственно, заканчивается на этом, потому что земного пребывания Господа на земле уже нет, но начинается новое, это начинается уже история апостольского века, когда Спаситель, Он уже пребывает на небесах, Он являет Себя, Он постоянно присутствует в Церкви Христовой, к Нему обращается в молитвах, Он отвечает, но при этом пред нами, пред нашим таким чувственным взглядом, взором, предстают вот именно апостолы, ученики Христовы и дальше вот их последователи. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, читаем мы про них, значит, с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Ну, в общем-то, действительно так, значит, Елеонская гора, она с восточной стороны от Иерусалима, от старого города Иерусалима. Старый город – это вот очертание прежнего, в то время существовавшего Иерусалима. Нынешний старый город – это стены уже, насколько я помню, где-то в 16-м примерно веке при Сулеймане великолепном выстроены, но они повторяют в целом размеры Иерусалима тех времен. И Елеонская гора, до нее действительно можно вот пройти пешком, а субботний путь – это сколько? Это путь, который разрешалось проходить в субботу, буквально это 2000 шагов. Как измерялось? Точнее, не как измерялось, почему такая мера возникла? Вот когда израильский народ покинул Египет, и вот Скиния, потом, да, вот Моисеева Скиния была устроена для Господа, и когда вот она в центре располагается, стан вокруг народа, и от крайних дворов стана до Скиния как раз было 2000 шагов. Ну, вот так вот высчитывалось то, что можно было пройти. Так, апостолы. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова». Ну, вот идут они попарно, они, помните, и проповедовали парами, а тут в конце мы видим, что не упоминается, конечно же, Иуда Искариот, который отпал из-за своего предательства. Даже не то, чтобы из-за предательства, больше из-за нераскаянности, из-за своего, в общем-то, безрассудного поступка, когда он убил сам себя. Значит, упоминаются апостолы, 11. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией Матерью Иисуса и с братьями Его». Вот очень интересно. Лука, как раз, именно Лука особое внимание уделяет Божьей Матери в своем Евангелии, там он в начальных главах описывает, и здесь тоже, вот в первой главе, что Пресвятая Богородица, она неотступна, она вместе с учениками Христовыми. Но и братья тоже Господа, имеются в виду дети Иосифа Обручника, которые поначалу не верили, а потом все-таки убедились действительно в мессианстве Иисуса, и он после воскресения тоже им являлся. Поэтому они тоже свидетели воскресшего Христа, и они вместе с апостолами. Также с некоторыми женами, понятно, что это Мария и Магдалина, другие ученицы Христа, и они все пребывают единодушно в молитве и молении. Ну, тут по-разному как трактуют, что молитвы как бы общие, такое богослужение их, а моление, как каждое еще, ну, это не так важно, просто это были самые разные молитвы и моления, суть одна, они обращались своими сердцами и своими словами ко Господу. И вот дальше что? Дальше тут мы видим, что, конечно, Петр, он действительно, вот как Первый Верховный, он выдвигается немножко, и все-таки он выделялся как лидер среди других учеников, как, видимо, ну, старший, не только старший возраст, но и с такой организаторской хваткой, да, таланты, может быть, административные, умел так вот распределять, кто чего как должен делать, и в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, то есть, видите, не просто 12, не просто там жены Мироносицы и Пречистой Богородицы, а вообще там уже за 100 человек, около 120. 20 ученики, а так и было и при жизни Господа, это 12, это ближайший круг, а потом другие тоже присоединялись, следовали за Христом. И вот Петр говорит в этом большом уже собрании, «Мужи-братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». То есть, Петр начинает, он понимает, что события, имеющие место, поскольку речь идет ведь о Христе, как подлинной мессии, то они были предвозвещены в Ветхом Завете, и про Иуду, к великому сожалению, тоже было сказано. Да, здесь некоторый вопрос может возникнуть, ну как так, что исполнилось то, что в Писании уже предрек Дух Святой об Иуде, а получается, а сам-то он чего? Сам он не виноват, а дело в том, что Господь уже, вот нам это трудно представить, мы во времени живем, вот мы все сейчас подумали, там через несколько секунд исполнили свою мысль, или не исполнили, а Господь, Он над временем, Он видит и мысль нашу, и то исполняем мы это, или не исполняем, через несколько мгновений. И вот я понимаю, что это такая вот страшная истина, получается, что пред Богом уже все открыто, и страшный суд, и где мы там уже горим в вечности, или наоборот, в Царстве Божием с Господом. И лучше в это не углубляться своим умом, не углубляться, иначе предведение Божие мы начинаем истолковывать как предопределение, потому что мы по-другому ну просто не мыслим, мы мыслим линейно, и у нас прозорливость, она тоже как бы как некое предугадывание будущего. А у Бога не так, вот Он над временем. Ну, во всяком случае, в Ветхом Завете уже было про это предсказано, там и в Псалмах, и там еще где-то. И вот Петр продолжает, «Он был сопричислен к нам, Иуда, и получил жеребий служение сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Вот тут немножко может такой вот возникнуть вопрос, точнее, у многих он как бы не возникает вопрос, люди глазами пробегают эти непонятные стихи, а о чем здесь речь-то идет? Ну, во-первых, вот земля, неправедная земля, которая приобретена была неправедную мздою, тут речь идет, конечно, о той земле, купленной на деньги Иуды. Вот помните, он раскаившись, пришел, бросил эти деньги, что вот мне не надо, ну смотри сам, как хочешь, говорят ему служители ветхозаветного храма, и потом на эти деньги, поскольку это были деньги крови, приобретают землю горшечника, земля Акилдама, для того, чтобы погребать там странников, приезжавших вот в Иерусалим, и потом от болезни, или еще как умиравших, их негде было погребать вот там, и получается так, что цена вот крови, да, кладя, и поэтому тут Петр, он в этом смысле указывает именно на это, что приобрел землю неправедную мздою. На самом деле не сам он приобретал, да, а те, кому он уже вернул, эти сребреники. И вот дальше, когда не зринулся, это вот самое главное, второе, когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И добавляет, это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном, их наречии названа Акилдама, то есть земля крови. И вот тут, да, тут речь идет о некоторых подробностях, связанных с гибелью Иуды. И буквально, вот если читать там по-гречески, то получается, что Иуда, вот он вначале был, повесился, да, висел, а потом он каким-то образом, как бы вот, ниц падает, головой вниз, и по пути к земле у него раздирается чрево, то ли о ветку, то ли еще как, и вот выпадают все эти внутренности. И вот эта страшная смерть, она стала известна другим, то есть, жуткие происходили вещи. Вот, к сожалению, такая подробность указывается в первой главе книги «Деяние». Ну, возвращаться мы к этому больше не будем. А вот Петр, он продолжает, в книге же псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его допримет другой». То есть, в первом случае, в псалмах было предсказано, что, как бы, оскудение полное и полное уничтожение вот того, кто идет на такое предательство, на богопредательство. И во втором случае, он цитирует, «Достоинство его допримет другой», или по-славянски, «Епископство его допримет ин». И вот Петр понимает это как необходимость восполнить место Иуды новым, чистым и верным Христу апостолом. То есть, надо, чтобы достоинство принял другой. И Петр продолжает, «И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в которой он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Кто может быть апостолом? Именно тот, кто свидетель Христов, непосредственно очевидец его жизни и его служения. А служение начинается от крещения Иоанна, тогда Господь являет себя народу и уже вот дальше он благовествует, избирает учеников и так далее. И вплоть до воскресения обязательно, непременно он должен быть свидетелем, очевидцем воскресшего Христа и даже вот созерцать Его Вознесение. То есть очень такие же жесткие были требования и оказалось, что двое из учеников они этому соответствуют и поставили двоих Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом и Матфея. Вот в первом случае туда же три имени у него. Мы знаем, что бывали там двойные имена, бывали вначале одно имя, потом учитель нарекал другое имя. Имя могло нарекаться в связи с какими-то особенностями данного человека или особенностями его служения или характера. Симон стал Петр, потому что вроде казалось как твердый, как камень, и вот эта вера она полагается в основу церкви. И здесь вот тоже Иосиф, называемый Варсава, который прозван Иустом. И Матфей. Матфей, не Матфей, это другое имя, отличие в одной букве. То есть вот всего лишь двое тоже ходили за Господом и видели его служение, начиная от крещения Иоаннова вплоть до воскресения и вознесения. И дальше как? А как понять кто из них двоих может быть избран на место Иуды? Прежде всего молятся ученики, не решают своему, а прежде всего молятся. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. Ну, Иуда отпал, чтобы идти в свое место, то есть наследовать ту погибель, которую он и пошел, которую избрал. А фактически они молятся, чтобы Господь показал из двоих одного. А как показать? И вот еще в Ветхом Завете был такой способ, бросали жребий. И по жребию вообще в частности уделены были наделы в обетованной земле богоизбранному народу каждому колену, потому что земли-то они были не одинаковые, где-то более плодородные, где-то менее, и поэтому по жребию. Потом по жребию распределялись сроки служения. Да, вот мы читаем, что Захария по жребию выходит совершать кождение, потому что священнослужителей было много, вот когда они собирались, левитов из колена Левиена, да, и там вообще священники, их так много, что не всем могло достаться это служение. И поэтому по жребию выделялось то или иное, да, кто-то там за кадильницы заботится, кто там угли готовит, кто там чего, кто там жертвы приносит. И все это по жребию было. И вот здесь то же самое. И дальше мы читаем буквально, что и брусили о них жребие. Конечно, возникает вопрос, вот как именно бросали это жребие, что же там, монетку что ли, там, орел или решка. Ну, конечно, не так вот вульгарно это было. В Ветхом Завете, в книге притчи, там есть такие слова, что «в полу бросается жребий, но решение его от Господа». Ну, то есть в полуодежды, там, или кости, или камушки, которые отличаются видом друг от друга, и потом или выбрасывается, или там вынимается один из них, могли не... Ну, пола одежды, то есть нижняя часть одежды, или могли в сосуд как-то это помещать, вот, молились, и дальше уже что? Ну, обычно, когда жребий? Жребий, когда кажется, что вот по-человечески трудно разрешить, и доверившись полностью Богу, вот, чтобы какое-то... Просто вот выбрать решение, это Господи, сам управь, вот. В истории русско-православной церкви трижды было, когда патриархи избирались по жребию, и не только патриарх Тихон, но и до этого дважды избирались по жребию, а патриарх Тихон, конечно же, все знают, это когда собор 17-18-е года уже, там, эта революция уже пошла, и вот было три кандидата, как мы знаем, митрополит Антоний Храповицкий, митрополит Арсений Стадницкий и вот Тихон Беловин, причем митрополит Тихон, он набирал меньше всего голосов, то есть в начале голосования было, и он меньше, намного меньше, он на третьем месте, а потом они как вот имена трех кандидатов на листочках написали, в ковчежец, на литургии молились, там, по-моему, то ли он на престоле стоял в это время, ковчежец, а потом перед, ковчежец уже перед иконой Владимирской, иконой Божьей Матери, и вышел, специально для этого пригласили, старец Алексий Засимовский, он уже был слеп, и вот там молебен, и вот старец Алексий, он молится Господу, и вынимает один из листочков, и там написано, митрополит Тихон, да, то есть вот так было избран, он, и впоследствии, кстати, митрополит Антоний Храповицкий, который больше набирал голосов, он писал ему, вот такого, такой-то борьбы не было на самом деле, как некоторые думают, что вот там противоборство, он писал, что это вот ваше избрание, оно было как раз по промыслу Божию, то есть тут не человеческая рука была, и еще в спору ваших студенческих лет невольно это было предсказано вашими сокурсниками, ну там его в шутку называли патриархом Тихона Беловина, да, и вот так вот получилось, что, да, причем митрополит Антоний, конечно, он был более такой, силен, как административное такое вот лицо, умел хорошо управлять дела, Арсений Стадницкий тоже, да, и они более, вроде бы более ученые, но Тихон Беловин, он был очень добр, такой мягкий, отзывчивый, и как раз вот в годы революции там как раз это и оказалось более важным, чтобы не наломать вот дров какими-то жесткими мерами, и рассудительные действия патриарха Тихона, они оказались как раз востребованы, то есть Господь он управил таким образом. В целом, конечно, мы не рекомендуем кому-то бросать жребий, потому что люди начинают испытывать судьбу свою, и может быть нет безвыходной ситуации, а они начинают вот бросать жребий, потом думают, ну, нет, меня это решение не устраивает, дай-ка брошу еще раз, и получается, не пойми уже чего, вот, поэтому лучше решать, конечно, какими-то другими способами, потом, такие ли мы молитвенники, как апостолы, которые могли помолиться Господу, и Господь вот недавно от них вознесся, он же видит их, и он отвечает им, и значит, что мы тут видим, и бросили они жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Конечно, это избрание не означает, что другой претендент, или кандидат, точнее, а не претендент, иуст, прозванный Варсавы, он якобы недостойный, да, или он там не подходил, просто, ну, вот так вот Господь управил, раз один должен быть, ну, вот один, а другой он тоже стал проповедником, епископом, он тоже святой, и о нем известно, что однажды, проповедуя, он выпил чашу с ядом, которую ему преподнесли, призвав имя Господа Иисуса Христа, и остался невредим, остался целым, Господь его сохранил, и это стало свидетельством для неверующих, то есть, в то время все ученики, они были активными такими проповедниками, хотя, про это, может быть, и не написано в книге Деяний, потому что не все удавалось записать, а иногда и то, что было записано, оно было со временем утрачено, вот такова первая глава книги Деяний, и на этом мы сегодня пока вот завершаем, а в следующий раз продолжим уже чтение и толкование второй главы. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok